В церкви существует дар толкования видений и снов. Святой Дух наделяет верующих этим даром и самими снами. Дух Святой дает его для назидания тела Христа. Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя, Перри Стоуна. Кто-то спросил у меня, если Бог дает пророческий дар, останется ли он со мной. Причина проста, Бог напоминает нам о том, что было предсказано на наше будущее, чтобы ободрить нас. Вспомним Иосифа, которого несправедливо обвинили в прелюбодеянии. Он много лет провел в тюрьме, и все, что ему оставалось, это верить в свои пророческие сны, несмотря на свои условия. Во-вторых, особенно если вы видите сон предостережения, это совершенно нарушит вашу способность спать. Откроем книгу Даниила, 2 главу, 1 стих. Во второй год царствования Навуходоносора, снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. Такое упоминается в Библии несколько раз. Мы только что прочитали один из таких отрывков. «И возмутился дух его, и сон удалился от него». Далее у Даниила мы читаем. «И сказал им, «Царь, сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон». Далее он говорит, «Но я видел сон, который устрашил меня». Даниила сам видел сновидение. «Вострепетал дух мой во мне, Даниил, в теле моем. И видение головы моей смутили меня. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои. И лицо мое изменилось на мне. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней. Я изумлен был видением Сим и не понимал его. Был в сетовании 3 седмица дней. И телесно очень ослаб. Каждый раз мы видим, что люди теряют сон и находятся в смятении. Если вы видите простой, недуховный сон, вы забудете о нем через 3 дня. Но если это сон от Господа, вы ни за что его не забудете. Более того, как только вы увидите его, ваш дух будет встревожен. Возможно, через 2-3 дня вам станет легче, но впечатления ото сна останутся с вами. Этот сон останется с вами, пока он не исполнится. Так мы узнали, что когда мы видим сновидение от Бога, это мгновенно лишает нас сна и равновесия. Я уже говорил о Новохудоносоре, и также ранее я упоминал фараона. Эти люди не верили в Бога Авраама, Исаака и Иакова. Иосиф повлиял на фараона позже. Царь позже тоже обратился к истинному Богу, как написано в книге Даниила. Оба эти правителя видели потрясающие сны. Фараон видел сон, который благодаря толкованию Иосифа спас Египет от голода, а также и еврейский народ. В книге Даниила мы читаем, как он дал толкование сну царя Новохудоносора. Многое из этого сна уже произошло, а многое еще нет. Неспасенные люди тоже могут видеть духовные сны. Это могут быть даже язычники, очень далекие от Бога люди. Но толковать этот сон может только благочестивый верующий человек. Бог послал эти сны, чтобы открыть будущее этим людям, предупредить их, а также чтобы явить себя как Бога, открывающего тайны. В Библии, в Ветхом Завете, в книге Исаии написано, что Бог открывает через сны тайны людям, чтобы они знали, что Он единственный, истинный Бог, что Он живой. Наш Бог истинный, настоящий Господь. Вот еще что важно знать о снах. Когда вы получаете сон от Бога, вы должны немедленно встать с кровати и записать его. Скажу вам честно, я держу блокнот и ручку рядом с кроватью именно по этой причине. Я сразу же записываю все, что увидел. Начиная с общих вещей и заканчивая деталями, которые получается вспомнить, я записываю все, что увидел во сне. Вы не вспомните подробности сна, если не встанете и не запишете все сразу. Не знаю почему, но они быстро забываются, если вы снова засыпаете. У меня есть толстая кожаная тетрадь, это мой дневник сновидений. Вы могли видеть его в других выпусках программы. Заведите себе такой же. Я сразу записываю сны, потому что не хочу расстраиваться, как царь Навуходоносор, если забуду их. Помните, он грозился убить своих мудрецов, если они не скажут ему, что ему снилось. Как повезло, что рядом оказался Даниил, поэтому обязательно записывайте свои сны. Ну и в-третьих, духовный сон часто наполнен символами, потому что если бы Бог не использовал библейские символы во сне, как бы вы поняли, что это сон от Бога? Когда нам снятся сны о потопах, цунами или ураганах, как мы поймем, что это сон от Бога? Мы поймем это, если во сне будут библейские символы. Сейчас я покажу вам список библейских символов, который поможет вам разобраться со снами и понять, духовные ли они или обычные. Когда мы читаем книгу Даниила, мы видим, что его сны наполнены символами. Каждой древней империи в книге Даниила соответствовало какое-либо животное. Во снах лев является символом Вавилона. Баран — это символ Персии. Козел — Греция. Орел — Рима. Это также символ Древней России. Дракон — символ Китая. Медведь — символ современной России. В библейских пророчествах державы Древнего и Современного мира имеют каждый свой символ животное. Зная, что означает каждый символ, можно расшифровать эти пророчества. Давайте посмотрим, какие еще есть символы. Список вы увидите на экране. Змея обычно означает «будущие испытания или проблемы». Если вам снится овца или ягненок, то обычно это означает «верующего» или только что обратившегося христианина. Козел означает «коварного человека». Волки могут означать ложную духовность. Свиньи означают отступников. Псы также могут символизировать отступников. Голубь традиционно обозначает Святого Духа. Лев — это лев из колена Иудина. Также лев может быть символом сатаны, который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Здесь важно учитывать контекст всего сна. Птицы могут означать «нечистых» или «злых духов». А вы видите ссылки на Писание на экране. Можете позже посмотреть в Библии. Пальма символизирует праведников или силу. Кедр символизирует сильное основание. Пшеница символизирует хороший урожай или хороших людей. Например, она может быть символом какой-либо церкви. Сырники символизируют плохой урожай или плохих людей. Плоды могут символизировать урожай человеческих душ. Когда вы видите во сне дерево в плодах, если это духовный сон, то у дерева есть духовное значение. Все предугадать невозможно, но общая идея такова. Я ее сейчас вам объясню. Семя имеет общепринятое толкование, это слово Божие, а цветы означают новое начало. Оливковые деревья обозначают помазание. В еврейской традиции 613 семечек в каждом гранате обозначают Божий закон. Горчичное зерно обозначает веру. Огонь символизирует испытания или разрушения. Ветер символизирует шторм или неприятности. Река обозначает Духа Святого. Если вода прозрачная и чистая. Облака обозначают свет или тьму, зависят от контекста сна. Озеро в моих снах часто означает церковь или служение. В нем есть рыба. А Иисус сделал нас ловцами человеков. Потоп обозначает неожиданные проблемы. Камни символизируют помехи и препятствия. Опять же, если вы стоите на скале и сражаетесь с врагом, то у камней в вашем сне будет другой смысл. Все зависит от общего контекста вашего сна. Пастух обозначает пастора или лидера. Гора — вершины, которые нужно одолеть. Долина — это испытание. Дом может означать тело. Повторюсь, о символах нужно судить, опираясь на контекст сна. Если вам снится темная мутная вода, это может означать серьезные проблемы. Если она прозрачная и свежая, это символ Святого Духа. Есть символы, которые имеют двойные толкования, причем прямо противоположные. Один из друзей моего отца однажды видел сон. Они с отцом стояли на скале. У каждого в руках был посох. Вода внизу была мутная. По скале ползали змеи и старались их ужарить. Мой отец отбился, а его друг был укушен, и из-за этого у него начались сильные головные боли. Голова просто раскалывалась. В конце концов он соскользнул в воду. Этот сон приснился не отцу, а его другу. И тогда он сказал моему отцу, «Со мной что-то произойдет. Ты выживешь, а я нет». И через месяц после этого друг моего отца отошел к Господу. Он умер от опухоли мозга. Мой отец прожил долгую жизнь. Идея сна в том, чтобы стоять на скале со Христом. Посох означал Слово Божие. Этот человек был призван проповедовать Слово, но так и не смог этого сделать. Змеи жалили его ноги, и он постепенно ослабевал. Отец сказал, «Я не знаю, почему Бог не исцелил его, но это был сон, который сбылся». Когда вам снится плод, если он хороший, то это означает хороший урожай, а если он испорченный, это означает что-то плохое. Огонь может представлять собой Святого Духа, как написано в Деяниях 2 главе, или испытание, как написано апостолом Павлом. Важно учитывать контекст всего сна. Также вам могут сниться ангелы, об этом мы поговорим позже. Много лет назад, когда я отправился в Вирджинию, чтобы учиться в одной церкви, в августе, я увидел сон, который оказался пророческим. Мне снилось, что я ловил рыбу на берегу очень большого и красивого озера. Я поймал очень крупную рыбу. Но когда я достал ее, она превратилась в змею. Я бросил ее на землю, и она ужалила меня в обе ноги. Тогда я почувствовал жар в ногах. Я бросил змею обратно в воду, и она снова превратилась в рыбу. Я услышал голос «Змей укусит тебя, но ты не умрешь». Тогда я не знал, что это значит. Месяц спустя я приехал в одну большую церковь. Это было озеро из моего сна. Там было одно из самых мощных пробуждений за все мое служение. Это крупная рыба. В середине этого пробуждения стали возникать ситуации между людьми, служителями, которые для меня были как укус змеи. Я бросил змею обратно в озеро, и она стала рыбой. Позже, когда я приехал в эту церковь снова, мы собрали большой урожай человеческих душ, несмотря на то, что враг пытался помешать нам. Я не знаю, почему мы видим символы. Бог мог просто показать мне церковь с надписью «Проблемы». Дух Святой всегда будет использовать символизм Гиблии, чтобы вы могли истолковать свой сон. Важно понимать, что символы Библии остаются неизменными. Агнец всегда означает Христа, кроме Откровения 13 главы, где он является лже-пророком. Змея всегда означает сатану, кроме случая, когда Христос говорил о Моисее, поднимающем змея в пустыне. Всегда обращайтесь к Библии для толкования символов, потому что они практически неизменны. Если вы молитесь, но никак не можете понять значение сна, то просто запишите его и продолжайте. Если вы знаете значение, особенно усердно молитесь Богу, потому что сны предупреждения могут не сбыться. Бог убережет вас от опасности. Позже я еще остановлюсь на этом подробнее. Для меня одна из самых удивительных вещей — это то, как ангелы участвуют в духовных снах и в жизни людей. Ангел во сне может выглядеть как человек. Не ждите ангела в белых одеждах и с крыльями за спиной. Не стоит ожидать, пока такой ангел появится, чтобы вы поверили в пророческое значение своего сна. Ангелы во сне могут являться в облике человека. В Евангелии от Матфея, 1 главе, 20 стихе, мы читаем, как ангел явился Иосифу и сказал ему взять Смарию в жены. Также в 24 стихе мы читаем, как ангел явился Иосифу и сказал ему уходиться в Египет. Во второй главе ангел сказал Иосифу, что опасность миновала, и он может вернуться в землю обетованную. Итак, ангелы могут являться во сне в образе человека и возвещать нам послание от Бога. В Евреям, 13 главе, мы читаем, что ангелы могут являться в форме людей, но отличной от нас. Там написано, что некоторые оказали гостеприимство ангелам, сами того не знаем. В Бытии, 32 главе, сказано, что Иаков боролся с человеком, который на самом деле был ангелом. В книге Даниила рассказывается, что во время молитвы Даниил явился муж Гавриил, но это был ангел, а не человек. В Деяниях, 10 главе, 30 стихе, написано, что Корнилию явился муж в светлой одежде. Подробнее об этом написано в Деяниях, 10 главе, с 1 по 4 стих. Это тоже был ангел. Мы видим множество примеров того, что ангелы являлись людям в человеческом обличье, хотя некоторые из них действительно имеют крылья и горящие глаза. Также они могут появляться и исчезать внезапно. Они сами себя определяют как господних посланников. У некоторых ангелов есть крылья. Например, у серафимов шесть крыльев. Два крыла покрывают их ноги, два крыла — глаза, а остальные два крыла нужны, чтобы летать. А некоторые ангелы выглядят как люди. В Бытии, 19 главе, два ангела, пришедших в Содом и Гаморру, выглядели как люди. Горожане, которые не знали, что это ангелы, сказали Лоту, «Приведи к нам двух мужей, и мы познаем их». Они имели в виду сексуальную связь с ними. Из Библии мы видим, что ангелы могут являться во сне в своей ангельской форме, с крыльями, но это не непреложное правило. Часто они являются в форме людей. Обычно, когда люди видят ангелов во сне, они выглядят очень мужественными, высокими, с темной кожей и иногда темными волосами. Все, кого во сне когда-либо посещал ангел, говорили мне одно и то же. У них удивительные глаза. Они либо поражают своей любовью и состраданием, либо выглядят пылающими, огнем и силой, так что люди испытывают трепет. Много раз, когда людям в Библии являлся ангел, наяву или во сне, они просто падали на колени и прятали лицо, настолько сильный страх и трепет они испытывали. Потому что здесь они соприкасались с духовным миром. Мой отец не один раз видел ангелов во сне или даже наяву. Он рассказывал мне, «Пэрри, очень часто, когда мне являлся ангел, он звал меня по имени. Моего отца зовут Фред, именно так обращался к нему ангел». Также очень часто ангел называл его сыном. Когда Господь говорит к нам, Он может называть нас своим сыном или дочерью. Если говорит ангел, то часто он обращается к нам, говоря «мой сын» или «моя дочь», подразумевая то, что мы дети Всевышнего Бога. Так объяснял мне мой отец. Ангел от Господа обращается к нам по имени или же называет нас сыном или дочерью. Это важно понимать. Само послание тоже очень важно. Обычно ангел говорит, что Господь послал его передать послание. Также в Библии написано, что если ангел придет возвещать нам какое-либо другое Евангелие, то да будет он предан анафеме. Нам важно об этом помнить. Не любой ангел может быть ангелом светом. Одно из самых запоминающихся посещений у меня было в городе Лидс, штат Алабама, и было это в 1988 году. Тогда я увидел ночное видение. И чтобы запомнить его, нарисовал зарисовку. Ангел был ростом почти в 2 метра. На рисунке я стою спиной к зрителю и смотрю на него. И тогда я увидел башню. Я никогда раньше не видел таких. Ангел предстал передо мной видеть человека в костюме. Он сказал, если ты будешь послушен Богу в трех сферах своей жизни, он даст тебе вот это. Во-первых, я должен был проповедовать то, что мне дает Бог. Во-вторых, я должен был ехать туда, куда Бог призовет меня. И была еще одна, третья вещь. Очень интересно, что здесь я увидел ступени. Я понял, что Бог призывает меня служить через телевидение. Он указал мне название. Фестиваль Манны. Позже я узнал, что это вышка радиорелейной связи. Их используют крупные телеканалы, такие как ТБН. Наверху можно увидеть тарелки спутникового телевидения. Также интересно, что там на холме была какая-то постройка. Там был старый дом с белыми стенами. Позже мы купили этот участок с земли вместе с домом. Сейчас его уже нет. Есть одна история, связанная с ним. Моя команда нашла замечательные фотографии этого места. Когда я купил этот участок и дом, прямо от него вела вдаль старая дорога. Также вверх на холм вела бетонная лестница, росшая травой и сорняками. Она вела прямо к дому. И это просто невероятно, потому что именно это место я видел в видении в 88-м году. Ангел стоял на месте этого дома. И сейчас на месте, где когда-то был этот дом, находится телестанция, на которой мы снимаем выпуски фестиваля Манны. Только представьте себе. В 1988 году Бог дал мне это видение, потому что это было именно видение, а не сон. Как говорил мой отец, и как я сам считаю, это был ангел от Господа, который дал мне наставление и пророчество. Ну а теперь позвольте поделиться с вами некоторыми заключениями, к которым я пришел. Их всего четыре. Первое. Закон двойного сновидения. Это означает, что вам дважды приснился один и тот же сон. Мы знаем о снах фараона, которые предвещали семь благоприятных и семь голодных лет. Помните два сна о семи колоссиях и семи коровах? Иосиф, толкуя сон фараону, объяснил, что это означает, что это сон о том, что Бог непременно сделает. Поэтому, если вы видите один и тот же сон два раза, либо если это два сна, символы в которых совпадают, это означает, что Господь уже решил совершить это дело. Это закон двойного сновидения. Во-вторых, отложенные сны. Когда Господь сказал мне, это моя воля, чтобы правитель Техаса стал президентом Америки, президент Буш еще не баллотировался на выборы. Это произошло позже. Сон в точности исполнился. Я видел видение о том, что случится 11 сентября, за пять лет до того, как это произошло. Иногда мы можем видеть сон предупреждения задолго до того, как это произойдет. Может пройти еще много времени до его исполнения. Например, Бог обещал Аврааму наследника, когда ему было 75 лет. Но обещание исполнилось только, когда Аврааму было уже 100 лет. Авраам ждал 24 года. Мы знаем, что Иосиф ждал 13 лет после того, как узнал, что ждет его в будущем. Давиду было обещано царство, когда ему было 16 лет. Но только в 30 лет он стал царем Израиля. Иеремия через сны и видения узнал о наступлении Вавилонин и предупреждал Израиль об этом. Его пророчества исполнились через 40 лет. Поэтому, если у вас был такой опыт со снами и пророчествами, знайте, что не обязательно все должно исполниться в одночасье. Просто знайте, что все исполнится в свое время. Доступны уже сейчас серия новейших проповедей на DVD «Антихрист, его конфедерация и последняя Восьмая мировая империя». Восемь часов совершенно новых изучений и откровений ждут вас. Мы детально рассмотрим, какой будет империя, которая в будущем захватит весь мир. В этом изучении будет раскрыта последняя тайна Антихриста. Пастор Перри расскажет о корнях теории об Антихристе в Писании, о том, что пророки, Христос и апостолы говорили по этой теме, а также об учениях ранних отцов Церкви и об исторических личностях, которых принимали за Антихриста. Вы узнаете основное пророчество о Царстве Антихриста и его десяти царях, о роли ислама в будущей Восьмой империи. Будет раскрыто место, откуда произойдет Антихрист, где он будет править и что будет делать. Мы детально рассмотрим, что такое знак зверя и как он установит контроль над мировой экономикой. Также вам станут доступны многие пророчества, которые раньше редко упоминались. Это изучение ответит на многие ваши вопросы. Оно включает в себя изучение слова, исторических фактов и пророчества из Нового и Ветхого Заветов. На этих четырех DVD-дисках записано около восьми часов изучения с многочисленными наглядными материалами. Набор из четырех DVD-дисков можно приобрести за пожертвование от 65 долларов. Чтобы сделать заказ, посетите наш сайт или позвоните по телефону на экране. А также вы можете написать нам по адресу, который сейчас вы видите на своих экранах. В наше время, когда мы видим исполнение библейских пророчеств о последних днях, эти проповеди актуальны как никогда. Вы можете поделиться этой информацией со своими близкими. Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее изучение. Следующий выпуск будет последним из четырех посвященных снам и видениям. Если говорить о нашей серии изучений про антихриста, то в течение веков со времен Нерона и до Адольфа Гитлера в средние века и в период новейшей истории всегда находился кандидат на роль антихриста. Люди часто обращались к этому пророчеству о человеке греха, связывали его с кем-то из мировых лидеров. Я всегда говорил, что в этом вопросе важно придерживаться писания. Некоторые люди пытаются в газете найти примеры того, как действует Христос в современном мире и доходят до крайности. Однако знайте, что вы никогда не ошибетесь, если будете придерживаться писания. Мне даже сложно описать вам, сколько графиков, таблиц, изображений и сопроводительных материалов использовано в этом восьмичасовом изучении. Я хочу еще раз подчеркнуть, что, приобретая наше изучение, вы помогаете нам записывать и выпускать в эфир Маннафест. Выпуски программы стоят миллионы долларов. А почему и зачем мы это делаем? Потому что так мы можем достичь места и народы, у которых нет доступа к Слову Божьему. Я знаю, что у многих пожилых людей нет компьютера, поэтому они смотрят нас по кабельному или спутниковому телевидению. Мы ждем, как дальше поведет нас Господь. Дьяволу никогда не победить Бога. Господь владычествует над Своим Царством. Также хочу напомнить вам о нашем международном пророческом саммите. Регистрация в самом разгаре. Регистрируйтесь и на другое наше мероприятие, Warrior Fest. Это замечательное мероприятие. Я буквально не могу их дождаться. Также осенью нас ожидает главное мероприятие. Мы еще будем делать анонсы этим летом. У нас много изучений на CD и DVD. Много интересной информации и новых материалов для нашей программы. Также мы готовим книгу о пророчествах. Оставайтесь в курсе, посещая нашу страницу в Фейсбуке. У нас сотни тысяч подписчиков. Также хочу напомнить вам о нашем YouTube-канале. Заходите к нам каждую неделю. У нас много обновлений. Поэтому подписывайтесь и следите за новостями. Да благословит Господь всех вас! Перри Стоун приглашает вас на международный пророческий саммит с 24 по 27 июня в здании Центра Омега в Кливленде, штат Теннесси. Билл Клауд Джоэл Ричардсон Марк Биллс Перри Стоун Количество мест ограничено. Регистрируйтесь сегодня. Больше информации на нашем сайте perrystone.org Не упустите возможность стать участником самого важного служения 2021 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова